Всем привет, с вами Доскос, мы продолжаем проходить Диабло 3, и осталось совсем уже недолго, немного времени до того момента, как мы сразимся с самим Диабло, ну а пока что мы в небесном городе, и, собственно, наша задача заключается в том, чтобы зайти в портал. И здесь мы уже получаем новую, найти, уничтожить наросты скверны, чтобы открыть портал в демонический разлом на втором ярусе Садов Надежды. Ну, в общем-то, то же самое, что и на предыдущем уровне мы делали. Абсолютно такое же задание, только теперь уже с цифрки 2. Вот так вот, очень интересно. Просто до одного места, интересно. Ладно, чего не поделать ради прохождения, придется делать и делать. Такс. Сколько бы мы не убивали его приспешников, он уверен в том, что его победа все ближе и ближе. Ну ладно, что-то он с логикой не дружит, видать. Пока меня не может никто остановить вообще. Вот он, демонический разлом, точнее, портал ведущий в него. КОНЕЦ Так, я слышал только то, что ему нужна мана и всё, что я узнал из дневника. Ладно, мощен тут суккубов, которые совсем наглели в конец. Ну и всё больше и больше, а? Но это меня не остановит, конечно, да? Невелика причина. В том числе и проблема. Ну вот то, что маны не хватает, нафига мне этот спелл? Нафига мне эта рума тогда на уменьшение расхода маны? Что за чертовщина такая? Ох ты, ё-моё, что за... Думаю. Зимонические разломы закрыты. Ты намного превзошёл мои ожидания, Михаля. Но нам нельзя терять время. Скорее. Ты должен немедленно отправиться к серебряному шпилю. Шпиль. Ну ладно, шпиль так шпиль. Давайте отправимся туда, раз она так просит. Тут мне сначала пару вещей. Вдруг придётся действовать быстро. Кто знает. Ты закрыл демонические разломы. Но это не имеет значения. Да тебе всё-то отдало место, а. В город небес ничего не останется. Что не делать тебе всё лучше? Я прощу весь мир в царство ужаса. 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 На тот тянущийся ух, что мне аж стало страшно. Ладно. Я думаю, он проиграет, если сидеть и ничего не делать. Потому что сколько я не уничтожаю этих монстров, он говорит, что... Да. Ты опознал. Мне круто. Тебя отстой. Сам Альтаэля остаётся загадкой. Архангел, воплощающий собой абсолютную мудрость, потерял покой с исчезнением камня мироздания. Не в силах пережить этой катастрофы он покинул небеса. Уход Мальтаэля был для Архангелов огромной утратой. И совет так и не смог оправиться от этой потери. Жёлтый аркебуз. Арбуз понятный Мальтаэля. Конечно, на больше маны. Да хорош ману жрать, как пирожки. Сколько можно-то её хавать уже? О, гоблин. То, что нужно. Самое оно. Сейчас посмотрим, что он тут припас. Нифига так не ценного. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то они меня начали жрать активно. Давайте, как гады, вы получше себя вести будете. Для этого нужно вас убить. Здесь три камня. Вполне себе неплохих. Атак. Туфта. Атак полная туфта, конечно, да. Пойдём посмотрим, что наверху, потому что кажется мне, что там тупик, а здесь проход. Скорее всего, наоборот. Тут проход, а там тупик. Нет, всё-таки я угадал. Здесь тупик. Здесь, конечно, дороги нет никакой. А она есть. Есть. Она есть. Ладно, пройдём посмотрим, что здесь. Может быть, здесь всё-таки тупик, нет? Да и зрить вашу полотить. Совсем запутанная локация какая-то. Ты без глаз сориентируешься. Это гласнообразно. Ну ладно, посмотрим, куда нас это поведёт, дорога. Пусть твой дух будет свободен, воин небес. Такс, здесь дневник. Тироэль, архангель справедливости, воплощает собой рассудительность и честность. Он был вынужден покинуть ангельский совет из-за своего сострадания к человечеству. Он единственный осознаёт всю силу нефалемов, которые способны превзойти своих создателей и стать венцом творения. Пусть твой дух будет свободен, воин небес. Ещё немножко инфы про Тироэля мы получили. Теперь надо исследовать все остальные заколупки этой карты. Да сдохнет уже. Паразик ползучий. Рассыпся. В жижу. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Нехило присунули. Это вот объём-то. Всё-таки я хочу сходить туда. Давайте посмотрим, что там справа. Всё-таки осталось возможно что-то ценное. Возможно между ними есть проход скорее всего. Я сейчас просто так нарезаю круги. А мог бы пройти дальше. Перевызов собак делаем. Их осталось только две, а нам нужно все три, чтобы долбить в полную силу. так здесь есть сундучок, скорее всего в нём ничего такого ценного нету. Я в этом прав абсолютно. Белые шмотки это всё. Тух-та. даже в начале игры я говорил уже об этом этапе и заключительно. Да, здесь тупик, но ничего ценного здесь я не нашёл. Потратил время, но утолил жажду любопытства. тоже неплохо. Ну что ж, пойдём тогда туда, куда мы уже пёрлись изначально. Там тоже два направления есть, либо вниз, либо влево. Давайте сначала сходим вниз, опять-таки в надежде, что там тупик, и мы найдём что-нибудь ценное. Я, наверное, каждые 30 секунд поговорю ни черта ценного. О, жёлтые рукавички. Уже неплохо. Не, они меня конкретно начинают поддалбливать так. Броня уже не срабатывает особо. Это меня начинает напрягать. Такс. Скоро перестанем выживать, я чувствую. Посмотрим, что у нас по жёлтой шмоте. Я, кстати, только одну жёлтую шмотку и нашёл. Хе-хе. Класс вообще полный. Только одну жёлтую шмотку нашёл. Всё остальное сенебольство. Как я уже сказал, здесь здорово есть предметы, прибавляющие по всем статам, но не по той стати, которым не нужна. Точнее, это не статы, а просто дополнительное свойство предмета в виде вероятности нахождения магического предмета. нифига подобного здесь нет. Видимо, эти вещи самые редкие вот с такой статой. так что вот так вот. Да, можно и в город просто телепортироваться, быстренько это всё продать, собрать остатки и продолжить путь. точнее, не продать, а разобрать, конечно. Такс. Также меня очень напрягает маленький запас здоровья у моего перса. Тут, пожалуй, больше всего меня гнетёт, кроме маленького резиста, маленькой защиты и всего такого. Ещё одна проблема заключается вот именно в маленьком запасе здоровья. Я даже не успею отличиться, если что. Там уже не будет возможности заваншотить. ни о чём таком речи, естественно, не будет идти. Да, здесь нужны странички, но странички это уже читерство на таком уровне игры. Это уже тупо читерство. Ставим сейчас кольцо камень. Сначала вынем, соединим и поставим. Хорошо бы ещё один топаз вместо ловкости поставить сюда для большего дам дам ловкости к сожалению нет у меня других камушков, чтобы их превратить в один большой и мощный. Так неплохо. Сойдёт. Вполне сойдёт. Это всё-таки не хардкор, чтобы так париться по поводу того, что будет происходить при главной битве с Диабло. Рано или поздно пройду в первый, второй, третий по вкусу неважно, но всё равно забью его до смерти. Тем более я считаю, что рандомная сборка у меня точнее, ну, как, рандомная. Будем называть его рандомной, да, без аукциона. Рандомная от того, что, естественно, рандомно вылетают вещи. Рандомная сборка у меня очень даже неплохая, довольно-таки сильная получается к финалу. Конечно, если покупать там что-то на аукционе, то можно склонились супер-пупер вообще создать. Чмуря с камнями там огромными, с кучей дыроколов, с кучей ячейков в вещах, потратить на это несколько миллионов, там вообще легендарную сборку сделать. Но это уже какой-то полный бред получается. нафиг так делать. Демоны уже давно истязают наш мир. Санктуарий способен вынести их присутствие, но небеса, не думаю, что они когда-нибудь станут прежними. синенькие. Сейчас зальем их. Отлично. Видите, особо напрягов не таких не испытываю. Там еще один Архангел. Ну и туда-сюда подыхает почем зря, потом винят меня, да? А мы такая тут компания тоже ходим как туристы. Анарха турист. Так. Большая локация довольно сложно найти. Проход дальше. Найти точнее портал нужно нам если быть точным до микрона точным по определению. Ну с двух залпов я по-моему убиваю этого монстрика громадного. Даже не с двух. Ну с трех четырех. нет дух все полный смех. Ну это если не учитывать того, что точнее учитывать то, что на него мои перцы нападают еще. Ну и чародейка. Что все шикарно. Никаких герой герой даже кстати играбельный. То есть говорят, что самый там крутой и в плане зрительского да в плане зрительских симпатий интереснее всего говорят наблюдать за монахом. Но мне кажется, что этим очень приятно и комфортно и зрелищно довольно-таки тоже получается играть с шаманом. много штук умеет интересных и мощных. Этого естественно нельзя было увидеть, когда только начинал играть. А так он теперь просто с полпинка месит огромные стада демонов. Не моргнув просто глазом ни одним. Просто поливает их супом ядовитым и все. так спокойно что там была такая дав это непонятная. Установлюсь на всякий. Я думаю, что я даже без плана восстановления буду играться. Точнее реинкарнация судя по описанию. То есть раз в 90 секунд он может умереть и просто сразу же воскреснуть. Опять-таки если я правильно все понял из того же самого описания. Это по-моему вообще какая-то имбовая штука. тем не тем не менее пользоваться не собираюсь. Такс. Благословенная часть что-то что-то вообще такое типа данжи у нас что-ли? Давайте зайдем поспорим. Видимо это типа данжи у нас больше больше круши больше рекорд рекорд 18 объектов уничтожено не зря зашел пройдем дальше посмотрим что там мощноватая обстановочка наверху как-то все поярче видимо именно для этого существует этот данж до уничтожения всяких предметов в массовых количествах еще мостики о здесь вообще какой-то атас полный хочешь добраться разгадай логическую загадку жесть да это не преодолеть никак они еще вдобавок как-то непонятно в ком ага когда я на них поступаю понятно появляются монстры которые надо уничтожать видимо каждый уровень будет новых монстров порождать господи кошмар какой-то слушайте вот это действительно оригинальная штука мне нравится посмотрим что там дальше надо идти надо идти не останавливаться так секундук вот там из них еще главное ничего вообще не вылетает ладно ждем очереди когда наконец-таки последняя платформа опустится если она вообще опустится здесь видимо не все платформы опускаются не все квадраты так отведайте счет а я пока заберу все ваше хламьё такс такая вот интересная задумка вот это прикольно это мне понравилось совсем небольшая локация какую-то вещь мы подобрали платные поныжи совсем немного бонусы дают они к защите практически вообще ничего больше не дают даже ячейки нету нашли что запихнуть ну ладно придется вернуться ну и теперь топаем портал там только один проход остался одно направление ну а здесь желтая тварь на пути нам мешает но недолго колотушка тираэль ты жив да друг мой я снова готов сражаться зря я поддался отчаянию ты заставил меня снова поверить в то что у нас есть шансы на победу но нам придется поторопиться потому что диабло уже на пути к серебряному шпилю наконец-то я понял люди сталкиваются с тьмой и смертью каждый день и все же не теряют отваги и силы двигаться вперед для меня честь быть одним из вас я знала что со временем ты это поймешь ну вот кто разнулся тут расперделся ну что последняя битва близка вроде как ты вашему роду здесь не место еще раз попадешься мне умрешь ты чё типа нарвался что ли только что не обращая на него внимания непонятно это твой бой ты даже сильнее чем ожидал Тиреэль будем надеяться что так и есть а теперь мы должны помешать диабло добраться до кристальной арки ну вроде вот и все нет будете мешать мне давай давай заливай заливай диабло хочет осквернить кристальную арку на вершине серебряного шпиля если это произойдет небеса будут потеряны навсегда мы с Тиреэлем должны подняться карки и остановить владыку ужаса пока не поздно скверно здесь становится сильнее ого господь я чувствую нас сейчас закидает этими тенями ну как ты себя чувствуешь теперь да офигенчик знаешь что ты помог мне стать единым воплощением я помню как ангел исполнил что-то я не договорила ну ладно я в этом не виноват да хорошая хреновенько как-то восстанавливается здоровье эти лечилки не лечат серебряный шпиль уровень 1 нет это еще не конец я всю свою жизнь посвятила служению моему господину Белиалу но ты убил его и выпустил в мир великое воплощение зла ой 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 давай убей меня кто-то что-то сказал насчет иллюзии кто там такой умный подпердывает мне тут опять тени 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 и что-то меня постоянно дамажит кто кто что откуда непонятно эти разломы с которых вырвается свет то они и вырвается и я знала Энария когда-то в те времена он был одним из ангелов но однажды он встал от бесконечной войны с демоном и вступили с ними в тайные переговоры с целью заключительный его верной союзницей преисподней стала Лилит на их сторону перешло множество ангелов и демок да теперь я понимаю почему с такой частотой начали выпадать вещи гораздо более сильные поста там чем у меня были всю игру не считая тех что там опять таки повышенная вероятность нахождения магических предметов но здесь гораздо все стало хардкорней как то необходимость просто такая возникает на диване довольно жесткая необходимость особенно в плане защиты посмотрите с него сносят и сносят просто прям на бушку прыгают телепортируются там не хватает маны в общем полный какой-то капец теперь ваши духи свободны от сквер вообще непонятные катакомбы очень непонятные какие-то площади подземные что тут где тут фиг разберешь мне еще этих надо духов искать чтобы освободить желательно очень желательно так я так понимаю это будет круг такой замкнутый что может и нет да кто меня колотит постоянно я вот реально не понимаю откуда не знаю она папа вот и птичек им понравилось я доволен а совсем какие-то наглые соли да здесь уже гораздо больше надо микричьи быть осторожнее вража еще пару духов мы освободили о да чтоб тебя совсем оборзили летят со скоростью света прямо в рожа еще поливание их супом с такой задержкой срабатывает что не рассчитаешь где они будут когда ты на них все это выльешь добро не стесняйся подходи поближе жесть какая-то не карта туда-сюда куда куда-туда куда-туда я уже думал что сейчас будет битва с диабло потому что опять-таки говорят что очень однообразные локации поэтому я не помню нифига что когда и где несмотря на то что игру уже проходил но тем не менее ладно если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь с вами был доску всем спасибо что смотрели и всем удачи и пока пока пока